всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас ролик что я купила на черной пятнице покупать ничего не собиралась ну вот как то так вот получилось купила конечно синтезатор о нем я мечтала уже давно в прошлом году я еще хотела купить думаю дождусь черной пятницы и куплю и как-то я так ее проспала и очнулась только перед новым годом когда уже его не было в продаже вот и как-то после нового года я все ждала ждала и привезли этот именно этот синтезатор уже только ближе к марту не марта даже ближе к весне ну к лету почти ближе ну летом я думала чем не ладно не будет некогда будет потом и вот именно в черную пятницу наконец-то я надумала надо брать пока деньги есть надо брать и наконец-то его купил и безумно счастлива что наконец-то купил он оказался таким огромным гигантским прямо внизам он просто большой на него я уже сделала обзор на канале моем вы можете увидеть вот синтезатор я купила также диме на новый год я начала искать инструменты здесь пила молоток а вот молоток плоскогубцы отвертка то есть вот такие он сейчас мы ходим в клуб и он в клубе такой штучкой заинтересовался если он раньше там прыгал в бассейн с шариками то сейчас он носится там с этим пилой с молотком по клубу и все там пытается стену распилить там прямо это и вот я вам наконец-то нашла набор а нашла я изначально лучше качественнее прям такой хороший добротный там еще дрель была все значит детском мире нашла заказал думаю заберу в магазине мне нет тот который вы хотите забрать магазин их там нету а есть вот там другой магазин находится на окраине вашего города вроде вы можете забрать только там ну когда же я думаю с ребенком туда поеду когда это будет вот думаю надо опять искать начала искать искать нашла вот этот пока искала не знаю видимо у меня пошла уже слабость конструктору наткнулась я на конструктор ну вот это процент у меня в прошлом году муж мне подарил на новый год конструктор там они были по 800 рублей была скидка большая 50 процентов и у меня было три набора вот сейчас у меня там третий набор я его хочу вот ближайшее время начать собирать вот собрать его в этом году и в следующем году у меня еще набора сейчас я вам покажу так давай сейчас она пианино отнесу чтобы потому что мне нужен стол сейчас секунду прям так вот у нас пустой стол вот так смотрится конструктор начала начать я полезла по детскому миру искать конструктор и то что мне нравится просто добавляла в корзину думаю а потом я посмотрю что я выберу как конкретно какой-то один конструктор и его закажу сделано все такой домик я помню что я в прошлом году его тоже очень-очень хотела но в прошлом году он стоил три с половиной тысячи я помню находил три с половиной стою очень дорого я думаю были ну вот ладно здесь 815 деталей плюс 6 такой вот он большой красивый гигантский ладно положила его в корзину стоил он 1200 по моему что ли скидка была положил его в корзину сейчас дальше потом я увидел еще один конструктор здесь тоже домик домик он такой как типа кукольный домик такой открытый такой интересный положил его в корзину думаю из них двоих я думаю выберу он тоже там где-то около тысячи рублей выясняете что вот этот вот бренд с луба вот тут уже с человечком у них появился оказывается новая коллекция то есть прошлом году ее не было продаваясь на вот эти вот все а тут новенькая и я подумал блин мне тоже надо я же мечтала мне надо такая коллекция тоже розовая мечта свадьба они с этой стороны вот свадьба машина здесь такой лимузин и я вспоминаю то что в детстве у моей подружки была такая же машинка была только не конструктора просто машинка для барби я очень детстве прям мечтала такой машинки у мамы все время просила купи 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 я тоже хочу но потом потом не надо не надо тебе и ну блин есть гениальная возможность думаю купить этот конструктором чет прям совсем стоил дешево рублей 300 что ли тут 204 детали всего и ну блин собрать и будет у меня машинка все равно в любом случае этот весь конструктор потом уйдет моему сыну ему будет из чего хотя бы собрать и собрать потом отдельные такие живо домики заказала его потом даже все вдруг вспомнила что в прошлом году я очень очень сильно хотела фуру не помню я только красную или синюю я хотела я помню что она была такая большая но была синий она красная в итоге прошлом году я не успела ее взять она очень быстро кончилась и весь год я про мечтала хочу фуру хочу фуру я очень люблю машины вот хочу хочу ладно заказала вот она она в прошлом году стоила 800 в этом году то ли меньше что ли больше я уже честно не помню вот потом значит я подумала что одна фура надо еще и машинку заказать заказала такую машинку тоже слубан они все у меня кстати слубан слубан тут такая машинка внедорожник я думаю блин диме же все-таки у меня мальчик думаю диме нужны машинки думаю что не заказать то машинку думаю прикольная такая машинка конструктор то есть сам соберешь ее узнаешь как машинка делается внутри какая вообще она там внутри вот то есть вот это вот все вот это вот все и где господи я убрала что детский а вон детский конструктор у меня на все это вышло 4000 где-то раз два три четыре с этим да где-то 4 499 99 была доставка я сделала доставку к себе домой потому что знала что наборы большие и просто с ребенком с коляской хоть и детский мир здесь рядом я домой не дойду мне просто будет тяжело это тащить вот потом в конце концов воскресенье я поняла то что черная пятница заканчивается и надо заказать еще конструктор вот и думаю да я закажу то есть делаю заказ а сама подумаю надо мне это или не надо сделал значит заказ так как появилась там новая коллекция в этом году как я говорю вот как раз вот та новая коллекция новая коллекция появилась кукольный домик до кукольный домик здесь тоже так что прикольно так интересно как раз прям для девочек такой маленький набор он стоил со скидкой 165 а без скидки где-то в районе 500 рублей 450 или 500 вот как то так я потом на него посмотрела мне хочется с одной стороны как бы для ребенка это же все потом останется ребенок будет собирать там маленькие книжечки эти книжечки можно оставить потом книжкам найти все эти детали если допустим со временем все это разберем сложим большой ящик да то есть можно найти ребенок будет собирать это будет интересно вот он любит всякие такие вещички вот и я подумал блин думаю потом у меня не будет такой возможности сейчас он стоит 165 на новый год я не знаю сколько будет стоить а в следующем году он не будет уже 165 стоит какая-то такая маленькая коробочка дома всего лишь 165 рублей 116 деталей здесь почему мне заказать тут конечно наташа понесло как же я же не могу сказать один набор правда ведь меня реально понесло так здесь у нас с вами получается гостиная сейчас вам не видно но это на все на это я буду собирать вместе с вами под веб камерой то есть как она висит сверху напишите может в комментариях я могу еще камеру сбоку поставить вот маленький набор кстати очень удобно собирать они собираются за один день вот этот я могу целую неделю или две даже собирать и меня понесло так здесь у нас ванна комната ну блин правда набора реально интересно я хочу впасть в детство мне хочется впасть в детство потому что это состояние такое удовлетворение какой-то блин не знаю ну именно то что мне не хватает в детстве конечно не не дособирал конструктор у меня был конструктор мне было вот хватало найти на один домик без крыши и все маленькая такая пластиночка была вот он дом а крыши у него почему-то не было вот либо может быть совсем маленький домик нос какой-то там крышей каким-то там образом сделать у меня там другой конструктор там он был по-другому немножко крыши сделано там друг на дружку вот так вот эти можете кстати посмотреть обзор у меня есть мы с вами не собирали не этого конструктора просто не хватало и все время вернул маму купи мне пожалуйста еще конструктора ну пожалуйста купи мне надо еще но нет нет потом 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 что-то и всё так и в итоге мне не было бы толком вот я видимо вот это вот с детства я не как бы не не до собирала конструкторе мне хоть мы и пока средства есть надо покупать потому что потом я подумал потом со временем я соберусь сына покупать конструктор, он не будет стоить так дешево. Он будет стоить гораздо дороже. Ладно, поехали дальше. Так, здесь у нас гардеробная. Гардеробная. Как вот интересно. Кстати, здесь фотография сзади. Я думала, что может быть потом у них есть какой-то большой домик. Как бы вроде как кукольный домик. Или думаю, может быть вот здесь тоже кукольный домик похож. Можно же какие-то детали туда, например, отправить, если что-то не будет хватать. Думала, что отдельные есть. Оказывается, они друг на дружку вот так вот крепятся и стоят. Ну как бы раздвигаются так и кукольный домик. Так, здесь у нас кухня. Блин, ну классно, ребят, правда. Блин, такие классные. Там реально не просто там какие-то уже готовые детали, а собираешь. Собираешь столик, пол, там эти, какие-то, я не знаю, печка, что ли, тут духовка, стены. Реально все это собираешь. Просто новинка вот эта. Вот ее не было в прошлом году. Я не знаю, когда конкретно она появилась. Может быть, она уже и летом появилась. Не знаю. Ну блин, она реально интересна для девочек. И, кстати, набор их такой, 165 рублей можно спокойно купить. То есть, и дешево купить. Допустим, пойдете вы куда-то в гости и просто ребенку подарить. Ну, если девочка, это, конечно. Вот. У нас уже заканчиваться они начинают. Здесь у меня зал. Зал. Здесь пианино даже стоит. Такое классненькое. Так, и спальня. Спальня, да. Вот их у нас получается 6 штук. Вот они зелененькие все стоят. 6 штук. Вот. Но даже на этом я не остановилась. Даже на этом я не остановилась. Тут я вдруг вспомнила, что у меня же сын, а не дочь. Ну, все это. Конечно, я надеюсь, что у меня ребенок вырастет и будет собирать эти всякие домики. Я даже в будущем планирую из этих домиков собрать что-то другое, что-то свое. Там, развить свою фантазию. Или, может, у меня сын свою фантазию разовьет и что-то там соберет. Вот. Вспомнила, да, что у меня сын и заказала машинки. Ну, тут у меня вот одна уже машинка есть. Я подумала, почему бы не заказать еще. Так, почему они тоже... Да, он тоже стоил этот набор 165 рублей. Тоже набор, да, стоил. Здесь 148 деталей. Она, кстати, такая вся блестит. Ну, думаю, почему мне заказать? Машинка все-таки интересная. Я, в принципе, люблю машинки. Ну, конечно, я одним набором не остановлюсь. Так, здесь у меня тоже машинка. Там у меня какая она? Голубая. Здесь у меня оранжевая. Все, последний набор. И здесь у меня белая. И у нас была еще машинка красная. Ее, к сожалению, украли у нас. Пока мой заказ, этот заказ я уже забирала сама с детского мира. Решила мне не оформлять доставку. Ну, 100 рублей лишние. Тоже платить не хочется. Вот. И заказ там стоял просто такой сваленный, наверное, в корзину. Где они там просто вот не друг за дружку стояли, а не пойми как. И у нас просто его украли. То есть он там в чеке вроде как есть, а там его нет. И украли, а подложили другой набор. И из-за этого нам пришлось простоять очень долго возле кассы, потому что девушка никак не могла понять, почему там пишет, заказа нет, заказа нет. Или там нет этого в заказе, что ли, как-то так. И потом она все заново начала там пробивать. И выяснилось, что там какая-то совершенно другая машинка. И я смотрю на эту машинку и понимаю, что это не наша. Мы заказывали еще красную машинку. Она очень-очень красивая там была. Мне прям она так понравилась. Из-за нее как бы я начала заказать вот этот вот весь набор. Ну, как бы ее не оказалось. Ладно. Может быть, кому-то какому-то ребенку было нужнее. И поэтому он заказал. Пускай будет так. Вот. У нас пока не мере уже... Он сколько наборов. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Я что-то тринадцать насчитывала. Вот. Такая вот у меня покупка. Но это еще не все. Это еще не все. Я также заказала себе набор кастрюлик. Ой, к сожалению, он сюда не вмещается. Но сейчас я подвину тут немножечко. Чтобы вы, может быть, рассмотрели. Не знаете, вы мне там напишите сейчас в комментариях. Скажете, наверное, Наташа точно сошла с ума. Блин, ну я люблю конструкторы. Реально вечером, вот, расслабившись, посидеть за компьютером и пособирать конструктор. Блин, это супер. Это классно. Правда. Прежде чем вот это вот все заказывать, я помню, как я строила тот домик. Там, по-моему, как же. Розовые виллы, что ли он называется. Не помню. Вилла там какая-то. Я, помню, ставила одну стенку, а вторая у меня отпадала. Рука большая, и вот он прям плохо держался. И я достала свой набор старенький, где там у меня кафе на колесах. Вы его видели. Думаю, да, я попробую его собрать. Потому что конструктор я уже давно не собирала, все лето не собирала. Думаю, вдруг он, это действительно, этот Слубан плохой, этот вот бренд. Думаю, ну, замучаюсь просто, правда, вот собирать вот этот вот дом, особенно большие, там, сколько у меня, двух-трехэтажные. Думаю, да, я попробую собрать. Собрала, все супер. Думаю, тогда можно заказывать. Так. Все это нужно будет еще разместить. Так. Ну, и набор кастрюли, конечно же. Так, вот такой вот у меня набор кастрюли, на него будет отдельный обзор, я сделаю. Почему я расскажу, да, почему я его купила, именно его. Потому что в поисках кастрюльки я обошла очень много магазинов, очень много. Я искала конкретный кастрюль, то есть конкретный набор кастрюли, не абы какой. И все это вот я расскажу именно здесь, в этом вот отдельном ролике. Здесь три кастрюльки. Это у меня тайлер, вот, ну, довольно хорошие. У меня другие предыдущие кастрюльки тоже тайлер. Но я покажу, почему я хочу от них избавиться. Вот, почему там в них есть маленькая ошибка. Этот набор я купила за 5000 рублей, на Черной Пятнице. То есть до этого стоил 6000 рублей. 1000 рублей, я подумала, надо брать, потому что я уже очень-очень много магазинов обошла. И найти нормальный, вот, вроде бы, все супер, кастрюлька супер. Но у нее ручка, которую вы держать, совсем тоненькая, как прутик. Я думаю, ну и что, у меня ручек сломается, кастрюль без ручек будет. Думаю, и как я буду? За низ, что ли, ее брать? Думаю, хотя бы с плиты снять, в холодильник, там, блин, думаю, это неудобно. Там, как бы, все сложно. Вот, а здесь все супер, здесь хорошие ручки. Вот, все это я вам покажу. Вот, ну и будем с вами заканчивать. Вот, потому что здесь уже у меня очень-очень много. Я вам, наверное, уже все рассказала. Наверное, получился мой обзор очень длинным, я думаю, на несколько, больше десятков минут, наверное. Минут на 20. Вот такой у меня набор. Напишите свои отзывы в комментариях. Не знаю, мне кажется, вы напишите, наверное, что я сумасшедшая. Столько заказала. Я, на самом деле, очень долго думала, стоит или не стоит. Ну, думаю, в любом случае, это все останется ребенку, и он будет потом собирать. Я думаю, ему будет интересно, потому что кубики ему очень нравятся сейчас. Конструктор, ну, это практически такое же похоже. Я думаю, ему понравится. Вот, ну, не думаю, что они куда-то там растеряются, пропадут, куда-то денутся. Я думаю, все хорошо будет с этим конструктором, он сохранится. Вот. До Диминого взросления. И он тоже будет все это собирать. Вот. А пока что мы будем с вами постепенно собирать этот конструктор. Вернее, не мы с вами, а вы со мной, наверное, обзор смотреть. И, может быть, вы такой же конструктор потом приобретете себе, своим детям. Или в подарок там. Ну, посмотрите. Вот, да. Я также на Черной Пятнице еще купила пару тарелок. Но на тарелке, поскольку я их собирала в разных местах, покупала в разных магазинах, так как они продаются почему-то в разных магазинах по частям. Как бы собрала по частям полный набор. Но это будет отдельный тоже обзор на тарелке. Немножечко попозже. Сейчас я немного со всем этим разберусь. Чего как там. Немножко вот дни станут поспокойнее. И я сделаю тоже обзор. Потому что все-таки первым был вот этот вот ролик. Черная Пятница уже все-таки давно прошла. И надо было поскорее это выложить. Так. Ну, я думаю, я все. Все показала то, что я купила на Черной Пятнице. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за то, что вы пишете мне комментарии. За то, что вы смотрите мои ролики. Мне очень приятно. Я ценю каждого вас. Также захожу к вам. Смотрю ваши ролики. Бывает, я не оставляю комментарии. Я могу просто забыть оставить комментарии или не успеть. Но и в любом случае, знайте, что я вас смотрю. Все в порядке. Ну, бывает. Я очень сонная. Бывает, за компьютером сижу и вроде посмотрю ролик. Думала, что написала комментарий. А в итоге потом выясняется, что я, оказывается, не написала. Смотрю, у меня просмотренный ролик. Я думаю, вот, я же смотрела этот ролик. Заглядываешь. Там лайк поставила. А комментарий забыла написать. Я думаю, блин. Я думала, я написала. В голове-то я вот себя его прокручиваю. То есть пишу. А в итоге построчить я забываю. Ну, очень много. Очень тяжело мне заканчивать этот год. Очень-очень много роликов. Очень тяжело. Вот. И еще прибавление. Это у нас будет с вами. Обзоры пойдут и на следующий год. И не знаю. В этом году я, наверное, соберу свой полицейский участок. Не хочу, чтобы он оставался на следующий год. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии. Сумасшедшая ей или нет. Вот. Ну. Если бы у меня ребенка не было, я бы для себя это все покупала. Тогда да. Я думаю, была бы сумасшедшая. А большинство это все-таки для ребенка. Для него это все останется. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok